Здравствуйте коллеги. Этим видео мы начинаем целую серию видеозаписей, в которых будем разбирать эффективные, а возможно неэффективные приемы рекламы. Свежие идеи сложно подсмотреть в нашей сфере. Как правило их очень быстро копируют и через некоторое время они перестают работать. Ситуация получается как с матрешками. Одна компания сделала и десятки компаний ее копируют и через некоторое время получается, что эта технология вообще неэффективна. Если вы делаете все как все, то результаты естественно не получаются хорошими. Поэтому мы очень часто подсматриваем интересные хорошие идеи и моделируем их. Не копируем глупо и тупо. А вот обязательно нужно смоделировать, то есть адаптировать для своего рынка. Где можно подсмотреть хорошие идеи? Хорошие идеи можно подсмотреть, найти те виды бизнеса, которые имеют общие черты с рынком недвижимости. Например, рынок B2B. Чем похож на рынок недвижимости? Это тем, что долго идет принятие решения. Так же как и в любой компании есть лицо принимающее решение, есть супруг, супруга, есть дети, есть родители. Поэтому какие-то отдельные элементы мы берем из продаж, которые характерны больше для B2B. Допустим, длительное принятие решения. Это тоже характерно для B2B и тоже характерно для рынка недвижимости. К примеру, медицинские услуги. Там что общего с рынком недвижимости? Сложный продукт, высока вероятность ошибки, какого-то риска. Это тоже экспертность определенная может быть у специалиста по продаже недвижимости, если он правильно себя ведет и позиционирует. И я считаю, что много есть общего с рынком продаж автомобилей. Что конкретно может, вообще в чем мы пересекаемся? Во-первых, это то, что это дорогая покупка и совершается достаточно все-таки редко. То есть человек не покупает каждый месяц автомобиль, как правило, от года до 5 лет. В среднем, быстрее года, мало кто меняет автомобиль раньше, чем год. Второй момент. Человек встает в вопрос о продаже автомобиля. Естественно, если он покупает новые автомобили, ему есть вариант сделать это по системе трейд-ин. У человека есть, опять же, выбор. Он может пойти самостоятельно продать, поехать на автобазар и попытаться сам его продать. Опять же, есть большое предложение, большой выбор, можно запутаться. Исходя из каких-то технических характеристик автомобиля, сложно сделать правильный выбор, сложно оценить машину. Там также в автобизнесе есть и подставки, какие-то объявления, которые не существующие. Ну, вот есть очень много общего. Опять же, риск при продаже автомобилей, хлопотность занятий. Ну, в общем, много общих черт. Увидел в журнале. Это вырезка из журнала, поэтому не очень хорошо получилось. Вот здесь тень немного не очень хорошо видна. Вырезка из журнала. Что мне понравилось здесь? Вот здесь есть два момента. Начало хорошее и концовка не очень удачная. Очень хорошее начало. Хотя, вот я сторонник все-таки более стандартного варианта. Это такой более яркий, более жирный, такой жирный, четкий заголовок, который сразу привлекает внимание. Вот его здесь не хватает. Не знаю, как это можно было встроить. Но очень хорошо втягивание и завязка. Моделируется ситуация, реальная ситуация. И дальше, что человек, да, действительно хочет посмотреть, но приезжай в Черемушки в 11 часов вечера. Черемушки в Красноярске это один из самых удаленных районов, пользующийся очень специфической репутацией. И дальше идет перечисление, то есть идет показ проблем, с которыми может столкнуться потенциальный продавец машины. Что мне еще здесь нравится? Здесь используется некий предсказательный маркетинг. Даже если человек не поверил в это и решил продать самостоятельно, он через какое-то время столкнувшись, он может эту информацию вспомнить, он может еще раз наткнуться на газету, на журнал, где-то еще увидеть эту рекламу. И поймет, что все-таки ему нужно было обращаться в эту компанию. Начало хорошее, втягивание очень хорошее. Показано, что человек, если не хочет таких проблем, он может обратиться в автосалон Покровский и дальше идет контактная телефона. Но вот концовка оказалась сильно смазанной. Нет четкого призыва к действию. Там еще дальше, к сожалению, не вошли. Там были просто телефоны очень-очень мелким шрифтом. Там электронная почта с адрес сайта. Чего не хватило? Не хватило четкого призыва к действию. Хотите продать автомобиль, позвоните по такому-то телефону. Это первое. Не хватило какого-то сформированного предложения. То есть какой-то бонус, какой-то... Что более конкретно? Может быть порядок действий. Ну ладно, бог с ним. Нету-нету. Ну здесь в этом варианте сложно достаточно придумать какой-то дедлайн. То есть по какой причине человек должен действовать прямо сейчас, в течение какого-то времени, дня, двух, трех месяцев. Ну здесь вот объективно сложно его придумать. Хотя я думаю можно. И самое последнее, что... Чего не хватало. То есть если вы делаете какой-то жесткий призыв к действию, то есть позвоните прямо сейчас, там вот телефон, то хорошо работает мягкий и безопасный вариант, мягкий контакт с клиентом. Человек, если сегодня не планирует продать автомобиль, то у него есть выбор. Или он продает, или он не продает. Или он звонит вам, или он не звонит вам. Для... Ну как вы понимаете, что большая часть клиентов, они находятся в состоянии в таком подвешенном. Они еще не приняли решение. Поэтому давить на них здесь не получится. И в этой ситуации можно сделать некий такой мягкий вариант, который позволяет просто собрать клиентскую базу. Что может быть... То есть чем можно привлечь клиента, как сделать так, чтобы он оставил свои контакты. Первый вариант. Ну допустим какой-то... Три статьи, которые идут в серии писем о том, какие ошибки совершает человек при продаже квартиры. Ой, прошу прощения, при продаже автомобиля. Как он, почему он неправильно оценивает квартиру, кто покупает квартиру. Ну то есть некий учебный курс, который показывает человеку какие-то сложности, показывает какие-то трудности. И в то же время показывает правильный путь. Не обязательно, что вы с первого слова будете рекламировать себя. Например, человек находится на ранней стадии принятия решения. Возможно, сегодня он не готов вам позвонить, но он готов скачать вашу мини-книжку, скачать ваш какое-то видео. Возможно, это будет... Вы сделаете видеозапись, на которой расскажете, покажете какие-то детали, какие-то особенности. Второй момент. В данном примере можно было сделать заявку на бесплатную оценку автомобиля, либо таблица с расчетами. Самое главное, чтобы клиент, чтобы она еще больше запутала клиента, чтобы показала, что есть очень много факторов, от которых зависит стоимость машины. Там, курил, не курил в салоне. Там, какой пробег, из какой страны привезена. Ну, то есть, варианты абсолютно разные и показывает о том, что человек... Нужна помощь профессионала и покажет, что человек может легко запутаться. Он не захочет заниматься самостоятельно и отдаст продажу автомобиля в руки профессионалов. Или срочный выкуп, или выставит ее на торговлю. Все это, все эти технологии можно смоделировать в сфере недвижимости. Принцип точно такой же. Если человек не хочет сталкиваться с всевозможными клиентами, которые начинают торговаться, которые продавцам квартиры очень не нравятся, когда критикуют их квартиру, рассказывают о том, что они в таком свинюшнике там живут и рассказывают, как вообще в таком жилье можно жить. Ну, в общем, такие вещи, которые будут очень легко понятны продавцу квартиры. Внедряйте эту технологию. Ждите следующее видео. Если вы до сих пор не подписались на обновление нашего сайта, переходите на сайт Рилтер на миллион. Подпишитесь на обновление нашего видеоканала, чтобы не пропустить следующие выпуски. Эти выпуски будут регулярны. Я буду разбирать какие-то интересные примеры, а вы будете их внедрять на практике. С вами был Максим Амилинчук. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...